Либо-либо Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди», подкаст, где мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 16, Тиши 14, Амане 12 лет. Всем привет, это Владимир Цибульский, у меня есть дочь Соня, я только что отвел ее в детский сад, из-за этого даже чуть припозднился на подкаст, и ей почти что 6 лет уже. Ну, не в этот момент исполнилось, а в принципе было уже какое-то время. Привет, меня зовут Юр Сапрыкин, моему сыну Льву 6 лет, Борзенко продолжает болтать, перебивая меня, как обычно. Мистер Токс пришел. Фантастический мистер Токс. Подписывайтесь на телеграм-канал Спервороди, и это вся информация, которую я хотел сказать этим утром. Вообще, у нас утро начинается как будто бы обычно, но это не самое обычное утро, потому что сегодня мы решили позвать к нам в подкаст Лику Кремер, легендарную создательницу нашего подкаста буквально. Меня зовут Лика Кремер, моим детям 13, 14 и 16 лет. Короче, у нас сегодня праздник, к нам пришла Лика, Лика, легенда, соосновательница студии Либо-Либо, но самое главное, она мать нашего подкаста. Мать дракона. Наконец-то, спустя все те годы, мама обратила на нас внимание. Спасибо, мама. Хоть когда. После этих пяти лет терапии мы наконец-то встретились с ней лицом к лицу. Заметь, нас не перечислили в списке. Просто как будто нас не существует. Ну ладно. Ладно, спасибо. Понятно. Окей. Я сейчас уже теперь у меня настолько чувство вины меня захлезнуло, что я думаю, господи, я не назвала своих детей по именам. Я просто назвала цифры. Давай еще раз, Лик, давай еще. Ну, Лик, ты же не часто в моем подкасте в нашем. Вы с маленького возраста к высокому обычно называли. Я хотел сказать в порядке, кого ты больше любишь, но потом подумал, что вдруг кто-нибудь поверит, что я так перечисляю своих детей. Нет, у меня есть на этот ответ. Я же говорю, например, что Антону, я люблю его уже 16 лет. Марусью я люблю 14 лет, а Мишу я люблю 13. При этом им 20, 24 и 28. Ладно. Как ты понимаешь, из-за времени этого отсутствия в нашем подкасте наш юмор никак не... Скурвился. Да. Никак не улучшился. Улучшился. Я вас очень люблю. Начну с анекдота, так сказать, в старом значении этого слова. С интересной историей. Вчера вечером, когда я уже был, честно говоря, в полуобмарушном состоянии, полуобмарушном состоянии, и Шура тоже сдавала работу с... Да нет, просто остановитесь, и Шура уже тоже сдавала. Да. Пришла Маня и сказала, у меня в носу кольца. И я думаю, офигеть, мы же как раз хотели записывать эпизод про пирсинг, и тут Маня проколола нос. Абсолютно я об этом не знал. Какой шок. Как ты мог не знать об этом? Да, но потом я как бы понял, что здесь что-то не то. Надо сказать, что интересно, что первая моя реакция... Оказалось, это луковые кольца. Первая моя реакция была такая, о, контент. Да, абсолютно. У меня тоже. Я сейчас сижу, слушаю и тоже думаю, ничего себе, блин, там все складывается один к одному. Ну, в общем, оказалось... Кольца кольмаров. Что Маня сказал, у меня в носу колется. Что-то колется у него в носу. Я такой, ну, здрасте. А где штанга? А где... Туннели. Короче, мы хотели сегодня обсудить пирсинг и татуировки. А все началось с истории, которую нам рассказал Юрий Сапрыкин, вашей. Юрий, пожалуйста. Да я и не рассказал еще, я только сейчас расскажу. Короче, у меня был недавно день рождения. Мне Вера в 12 часов ночи, как бы, один из подарков. Она мне говорит, вот завтра... Проколол язык власти. Вот завтра. Я просыпаюсь, там прям, там, и такой, привет, это подходит сперва людей. Ладно, стыдно перед Ликой, все сберите. Я просто не выспался, и меня бесите вы сейчас. Я поэтому молчу, да. Я стараюсь очень. Короче, и я на следующий день иду делать тату. Оказалось, что тату, во-первых, очень больно делать. У вас есть татухи у кого-нибудь? У меня есть. У меня нет. У тебя что, Вован, сайт твой? Урл. Урл. Урл, да. Да, на руке написал. Просто на четырех пальцах аж, т, т. Аристанский уклад единых, т, т, т. У меня написано «Жегзист». Я существую. А, точно. «Жегзист». А почему французский? «Жегзист» второго разряда. Потому что, когда он сделал тату, ему было 14. Не, мне было, кстати, уже лет 20. Умник. А что они это? Это «Шонзелизей». Или это «Жодосан». Или «Ребята». Или «Багет». Что там еще? «Пуркуапа». «Багет». «Пуркуапа». Кстати, «Пуркуапа» неплохая татуировка. Нет, тогда лучше это такое. Тогда лучше это «Каналии». Трои пти-кошон. Ладно, все. Ладно, все, простите. Ладно, какие еще другие слова мы знаем во французском? Да разговоры надолго-то еще. Мы же все франкофоны тут. Д'accord. Д'accord. Мбаппе. Тогда еще не было Мбаппе. Слушайте, интересно, Мбаппе еще вообще пешком под стол ходил в этот момент. Но он уже «экзист». «Экзистэ». «Экзистэ». Короче... И раз уж на то пошло... Или «экзистэ». «Был день рождения». День рождения он... Юр, извини. Юр? Да, ты сказал «было» или что-то такое «день рождения». А я говорю «был он». Блин, мать пришла в подкаст. Пришла, пришла. Не, ну в принципе, как бы... Юра, блядь, извинись. Мы в наших подкастах либо-либо только грамотно говорим. И давай в угол, иди, становись, короче, и потом выйдешь после подкаста. Блин, мой рот с мылом своим. Может, татуировку тебе такую сделаешь? «Был день рождения». О, это хорошая татуировка на день рождения. Типа «был день рождения». Давай, Юр, продолжай. Извините, пожалуйста, мы прерываемся, мы просто очень рады видеть тебя. У Лики, у Лики сейчас такое лицо в камере. Ты остановился на том, что... Вы мой худший класс. Лика, у тебя есть какие-нибудь другие подкасты в студии? Может, я там пригожусь? Я могу много чего. Их 50 примерно уже. На каком основании, Лик, ты меня сейчас унизила в плане русского? Да это какой-то закат империи начался уже просто как бы... Ладно, друзья, давайте бережно к себе. Я так люблю кросс-прома. Да, Юр, расскажи, пожалуйста. Юра, ты в 12 часов ночи пошел делать татуировку. Да все, история закончилась уже. Нет, нет, нет. Я тебе скажу, где ты закончил. Ты закончил на том, что на самом деле делать татуировку очень больно. А, вот, точно. Больно, ты сделал акцент больно. Да, я оказался в категории людей, которым очень больно делать татуировки. При этом я делал ее на самом небольшом месте, на икроножной мышце. Вот. Но, в общем, я... На икромой в ней мыли. Простите. Вот. И я... Блин. Прости, Лика, это внутренний мем. Мы можем таким смеяться. Ты просто не слушаешь наш подкаст, мы тебе потом объясним за... Я слушаю, слушаю, я очень люблю... Ладно, хорошо, давай. Я не знал, что набить, и я зашел утром к Леве в комнату, увидел его над кроватью рисунок. Там был такой жук, на Вавана похож такой. Такой с двумя лапищами. Вот. Похож на планктона из... Из бикини-ботом, который из Панч Боба. Помните такой вылезал из Красти Крабс? Все время в бургерный жил. А, да-да-да-да-да. Вот. Похож такой вот. В общем, я набил тату, поздравьте меня. Первая тату. Вот такая. А Диера тебе подарила как бы тату абстрактную, в смысле... Проблема в том, что я пока его не буду показывать, потому что его надо добить. Оказывается, что татуху надо добивать, потому что она могла как-то плохо набиться. Вот. Ну, покажи плохую. Когда переводная карта. Покажи плохую. Я не могу достать. Ну, можешь, ты ногу не можешь достать? Откуда? Да. Я могу показать вам сейчас вот так, подождите. Фотографию? Короче... Ты реально не можешь встать. Да я не могу. Мне надо на стол встать, Лик. Он в трусиках там сидит. Это, кстати, тоже правда. Это что, бонусный эпизод? Для он-ли-фанс. Короче, сейчас. Давайте на последних минутах покажу. Не могу найти. Все равно слушатели не увидят. Да нет, нормально. Рассказывай нам, как будто бы мы слушатели все-таки. Татуха будет в телеграм-канале. Наконец-то подписчиков прибавится. Чтобы мы на самом видном месте. Чтобы мы в одно... Давай, Юра, чтобы мы вместе с Лушлем представили ее полностью. Жук, похожий на меня, но одновременно еще на план... Короче, дальше случилась такая история. Мы пошли с Верой... Приехала бабушка Лева. Мы пошли с Верой в отель. Есть такая активность у родителей. Знаете, можно в отель сходить переночевать. Вот. Выйти куда-то, если ты никуда далеко не уезжаешь. Активность? Да. Вот. Короче, и там был массаж у нас. Вот. Мы приходим на массаж. Где-то середина сеанса. Вот. И я слышу, что массажистка, которая, в общем, меня матирует, она начинает дико ржать. Вот. Она такая ржет просто сзади меня. Вот. Вторая говорит, да хватит тебе ржать. Типа, не смейся. Она говорит, тут жук. По-русски? Ну, да-да-да. На русском. В смысле, по-русски они разговаривали. Вот. И, короче, я начинаю сам... От удивления на русский перешли. Я начинаю сам дико смеяться. Тут жук. Да. Вот. У меня просто истерика случается. Тоже. Короче, я понял, что это то, о чем нужно будет предупреждать на массаже. Потому что это, правда, смешно выглядит. Ноги. А прикиньте, кто-то тапком даст по экрану. Ножные мышцы. Да. Простите. Для жука нужен особый массаж. Вот. Короче, я хотел набить еще себе много татух на ногу рядом. Думал, что Лева будет расти, рисовать, и у меня будет там такой зоопарк из рисунков. Подумал, ну мило же. Вот. Но после того, как я сделал, я понял, что, я не знаю, это слишком больно для меня, я не смогу пережить это еще раз. Я был уверен, что это сейчас как со стоматологией в смысле, что татуировки не больно делать. Лика, у тебя есть татуировки? Не, у меня нету. Хотя у меня есть история про то, как мы должны были с Марусей сделать татуировку. Но я ее собиралась в конце рассказать, а не сейчас. Так, мы ее, наверное, прибережем тогда. Видишь ли, Лика умеет тут построить саспенс какой-то. Как говорится, wait for it. У меня татуировка в детстве, это типа, мне бабушка говорила, ты что, хочешь быть как уголовник? Ой, это тоже такое слышал, да. Вот это была фраза. И она меня очень пугала всегда. А мне что-то говорили такое про то, что вот ты сейчас делаешь татуировку, а потом вот ты постареешь, она растянется и будет такая, типа, на дряблой коже, уже совсем не та. И вот как ты будешь на пля... А мне кажется, что это прям суперклассно, наоборот. Блин, если мой жук растянется, это будет уже не Вован. А Борзен? Подожди, Вован может тоже со временем растянется. Что-то это... Кстати, да, не надо списывать меня со счетов. Сбрасывать. Слушай, Юр, а что сказал Лева? Это же его рисунок. Мне кажется, он еще не понял. Что значит не понял? Что это навсегда? Да, 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 что это навсегда, что это просто как будто кто-то фломастером нарисовал. Вера сказала, что когда я пошел бить тату, она сказала Леве, типа, папа пошел бить татуировку, и я вернулся, а Лева весь обклеен татухами, такими одноразовыми. И у него на лбу вот такая огромная красная была татуха, круглая. Вот, и по всему телу. Слушайте, мне кажется, что к этому моменту, мне кажется, некоторые слушатели могли не очень разобраться, как бы, почему именно сегодня мы пригласили Лику к нам в гости. Это супервайзинг, на самом деле. К сожалению, мы просто, как вы поняли, мы уже совсем потеряли Берега, и поэтому к нам пришла комиссия из администрации. Из Горано. Из района. Мне кажется, мы вполне вполне. Поэтому мы стараемся вести себя прилично. На самом деле... Короче, есть ответ на этот вопрос. На незаданный, да? Прозвучавший в голове. Мелькнувший. Незаданный вопрос от Владимира Цибульского. Борзин, расскажи, почему Лика сегодня с нами? Дело в том, что помимо татуировок... Помимо подкастов, Лика бьет татухи. Мы хотели сегодня обсудить татуировки и пирсинг у детей. Нет, в целом, да, как мы к этому относимся. Про изменение внешности, про то, как дети красят волосы или хотят их покрасить, или бреются наголо, или делают дурацкие прически. Вот это я тоже считала, что мы обсуждаем, нет? Конечно, конечно. В общем, мы обсуждаем сегодня то, как наши дети меняют свои тела, как мы меняли тела, и как мы ко всему этому относимся. В общем, у Лики большой опыт. Лика, выкладывай. Я хочу начать издалека. Потому что у меня в семье... 400 лет назад. Да. Как все скатилось. Позвольте пять минут и небольшой исторический экскурс. Да, да, да. Вот у меня в семье ни у кого, ни у одного человека не были проколты уши, ни у бабушки, ни у мамы, ни тем более у прабабушки и так далее. И вообще это считалось, типа, мещанством. Я, кстати, до сих пор не понимаю до конца, что такое мещанство. Саша, объясни мне, пожалуйста. Что такое мещанство? Мещанство — это такое сословие. Да, ну, в Советском Союзе, когда что-то считается мещанство, это явно не сословие. Сословие городских обывателей, да. И потом это стало таким ругательным словом. Ну, типа, что-то не за идею, а за... За бытовуху. За бытовуху. Да, вот это все. Как бы зачем тебе это? Ну, более того, из-за того, что у нас все были музыканты или там пианистки, скрипачки, вот это все, то даже маникюра ни у кого не было. Я была первая... Первое поколение женщин с маникюром — это явно в нашей семье, потому что маникюр это тоже был. Тебя шимели за это? Ну, как бы у нас была, мне кажется, даже шутка в ходу, типа, чем проще баба, тем сложнее у нее маникюр. Ого! И как бы... И в этом смысле я самая простая баба в нашей семье, потому что мне нравится маникюр, мне кажется, норм. И с ушами я проколола уши, типа, в 9 лет, потому что у меня была подружка-балерина, и у нее были сережки, я хотела сережки, как у нее. И мама мне сказала, ладно, хорошо, все, делай, что хочешь, как бы тебе уже 9 лет. Ого! Уже 9! На скрипку тебя уже не поставить? Да-да-да, примерно так. Абсолютного слуха не будет уже. И я помню, что напротив Московской консерватории был такой институт красоты, и там были такие клетчатые, красные с белым клетчатые занавески. И меня кто-то из маминых друзей, по-моему, туда отвел, и сказал, типа, мама разрешила, и все, меня оставили там. И меня там прокалывали уши, и я была, в общем, это было типа супер бунтарски. Хотя это были просто две маленьких дырочки, очень классические сережки. Я начинаю издалека, потому что, типа, как все скатывается. Дальше моя дочь Маруся проколола уши, ну, тоже лет в 8 или в 9, и, в общем, я не помню, как Маруся проколола уши, но это не было совершенно бигдил, типа, ну, проколола и проколола. А дальше лет вот в 11 или в 12 она в какой-то момент говорит, я, типа, хочу проколоть септум. Знаете, что такое септум, да? Теперь уже да. Юра, покажи септум. Здесь? Нет. Тут? Да, посерединке. Вот эта вот штука между, ну, где перегородка, да, это называется септум. Я этого не знала. Блин, ну, реально, Лика, учительница просто. Юра, покажи септум. И как-то это было сначала, что, типа, я не помню, почему, но Маруся что-то сказала, что она хочет проколоть септум. Я такая думаю, блин, а потом думаю, ну, там же не видно. И Марусь сколько лет? Сейчас 14. Нет, тогда было. Мне кажется, 11 или 12. Нормально. В 12? Не 4. Я могу спойлер сказать, 12 лет ей было, потому что сегодня я смотрел ее ТикТок, где у нее есть плейлист про пирсинг. И оттуда можно узнать, да, что в 12 лет. И более того, она сказала, что вообще нормально это или ненормально? Ну, нормально, если все так делают. А у многих, у очень многих был пирсинг в 12 лет. И я такой, утверждение, конечно, требует факт-чека. Мне кажется, что требует факт-чека и утверждение по поводу 12. Мне, кажется, ей было 11. И мы пошли недалеко от дома, где-то на Тверской. Возможно, это тоже требует, да. Не заверить. И пошли к мастеру. И я ее сегодня спрашивала, ты уверен, что ты хочешь? Ты, типа, норм, все, хорошо. Хочешь? Окей, я с тобой. И я пошла прямо с ней вместе в кабинет. И дальше у меня в какой-то момент было очень неприятное ощущение, что прямо при мне что-то протыкают моему ребенку. И я на это все смотрю. Я еще по просьбе Маруси снимала это все на телефон. Жесть. А это есть в ТикТоке? Нет, но у меня есть видео. Если ты очень захочешь много жести, я тебе покажу. А это прямо неприятно, потому что... На сайте, Вованат, заходите. Там говорят в ТикТоке, что там течет много кровищ, и у нее закружилась голова. Да, у нее реально закружилась голова. Но при этом она ни слезинки не пролила ничего. Она была очень... Она прямо была уверена, что она хочет вот этот себе септум проколоть. И, ну, у меня были какие-то сомнения. Но, в общем, я себя успокаивала, с одной стороны, тем, что она очень хочет, просит. И уверена, что она это... Я ей 300 раз ее спросила, точно ли она хочет. И, конечно же, я себя успокаивала тем, что, ну, оно зарастет, и это не видно. Это же где-то там внутри носа. Но, если что, как бы она передумает, и не будет видно. Дальше, уже в прошлом году, под день рождения, что ли, это была ее просьба, кажется, на день рождения, и ей было, уже исполнялось 13. Она сказала, что она хочет проколоть язык. Это меня уже немножко напрягло. Но я такая, помнишь, Лик, в прошлый раз ты думала, что не видно, и поэтому не страшно. Главное, свой, а не тещин. Вот, ну, короче, я... У меня гораздо больше было какого-то внутреннего, значит, страха, потому что, блин, язык... Ну, септум я хотя бы еще видела где-то, а язык, мне кажется, я видела только у каких-то совсем уже таких убежденных в том, что это какая-то крутая штука людей. Короче... У моей сестры был персинг языка. Да? Да. Ну, поэтому для меня как бы не особо странно. Ну, мне моя подруга рассказывала, что, типа, вот она тоже делала персинг языка в школе, и в основном это было, чтобы все хотели с ней попробовать поцеловаться. Мне кажется, у Маруси не было ни разу таких мыслей. Интересная мотивация, блин. Да. Тяжело, наверное, носить. Говорю, как дед. Ну, короче, по словам Маруси, единственное тяжело было... Ну, то есть, во-первых, в тот момент, когда прокалывают, они его держат, чтобы ты не убрал. И это тоже я все это смотрела, и я вместе с ней там была. И это не для чувствительных людей картина. Дальше она тоже ни слезинки не пролила. Очень была довольна, благодарна мне, уверена, что она это хочет. И, значит, потом очень долго невозможно говорить, потому что язык очень опухает. И опухает он прямо на несколько дней. И поэтому трудно пить, есть и говорить. Но Маруся была очень довольна. И я не знаю, какая часть этого была важна и для того, чтобы продемонстрировать одноклассникам и всяким чувакам в школе. Но, кажется, это была существенная часть этого шага. А кроме того еще, тут что важно, что параллельно Маруся регулярно брилась наголо. Один раз это было еще в Москве, по-моему, в четвертом, что ли, классе. Мне звонила учительная и с сочувствием спрашивала, а что за заболевание? Потому что Маруся была абсолютно бритая наголо, и, значит, поэтому выглядела довольно мощно. И что ты отвечала? Я говорила, нет, просто захотела побриться наголо. А что, опрятная прическа? Да, учитывая, что мне всю школу говорили, кремер, лох мы убери. Точно, я прям вспоминала свою классную руководительницу. Через поколение убрала. Убрала, так убрала. И прикуси язык. В общем, еще до, мне кажется, всяких пирсингов. Не ковыряйся в носу. Маруся, кстати, периодически убирает эту штуку. Она там убирается даже так, что ее не видно. И она, когда, например, ездила к своей подруге, у которой очень строгие родители, она говорит, мне кажется, им это не понравится, я уберу. И она убирает свой пирсинг так, что его как будто нет. О, блин, про то, что кому-то это не понравится. Там тоже неплохой рассказ в ТикТоке. У нее, значит... Вова, мне нравится твоя функция. Вопрос ей задают, типа, а как твои родственники относятся, значит, к этому всему? И она рассказывает, значит, ну вот мама там хорошо относится, папа, в общем, тоже хорошо. Отчим вот как-то странно относится, ему как-то вот это не нравится. А вот бабушка, бабушка, она... Она вот как-то мне завуалированно говорит мне, что я глупая. Нет, на самом деле, я вчера реально полночи смотрел Марусин ТикТок. Ой, господи. Все рекомендую. И там был очень трогательный комментарий. Мы хотим обзор на твою маму, она супер, типа. Потому что видно, что лика — источник поддержки всяческой. Это круто. Обзор на маму в подкасте с Первороди. Когда бабушка на созвоне говорит... Интересно говоря, что ты не слышала, что... Обзор на бабушку я посмотрел бы. Блин, обзоры на родственников — это хороший жанр. Мне нравится. Блин, особенно у меня. Ну, кстати, бабушка, она же моя мама, я хочу вернуться к этим, побрились наголо. Она меня все время брила наголо в детстве, чтобы волосы лучше росли. А я Марусю не брила. И я все время слышала, типа, ну вот, поэтому у нее волосы не густые, и испортила жизнь ребенку. Вот, надо было побрить, тогда бы у нее сейчас были как бы... Меня брили наголо, когда был педикулез. Так. Чего вы все замолкли? Да ничего, просто... Это в бонусном эпизоде тоже. А Вован отодвинулся просто в другую часть комнаты. Меня, кстати, в детстве самым не брили, но я брился потом на улосы уже в более взрослом возрасте. Так, ну хорошо, продолжим про Марусю. Короче, когда Маруси проткнулась, я потом... Мне было норм. Когда Маруси проткнула язык, мне тоже кажется... Ну, как бы чуть не страшнее, но тоже норм. Когда Маруси брилась наголо. Когда проткнули коммунистов. Я молчал. Я молчал. Все разы, что Маруся или Миша... Потому что Миша тоже регулярно бреется наголо. Мне тоже было норм. Да и когда мы угадаем, что потом? Что пределом стало? Версия Вавана. Давай. Ваван. Подожди, что, уже есть предел? Да-да-да, у меня потом наступило... Я, к сожалению, знаю ответ. Но когда послушал последний сезон с первого ради... Там просто Лика где-то сказала про это, что... Что-то, что будет видно, если зарастет даже. Просто после того, как Маруся проколола язык, через какое-то время она сказала, а теперь я хочу проколоть губу. Причем не просто так сережечкой, а вот такой, знаешь, насквозь. Ага. А-а-а. О-о-о. Вот. Типа челюсть. Не, не челюсть, но губу нижнюю, но просто в двух местах, чтобы можно было насквозь ставить такую палочку. А-а-а, да-да-да. Ох. И вот тут я сказала, стопе. Вот давай, так как это какая-то штука, которая потом останется навсегда, или, по крайней мере, шрам от нее останется навсегда, давай ты это будешь решать сама после 18 лет, благо это скоро. Ах, вот что. Мы довольно быстро договорились. То есть не то, что мама, которая просто никогда не говорит нет. Блин, ну это, надо сказать, очень тактично и мудро. Мне нравится. А не токсично, Юр, как некоторые. Да я уже не токсичный. Как некоторые. Я уже выспался. Но у меня есть еще пространство для токсичности. Сейчас я вам расскажу, где я токс. Давай, давай, давай. И это очень странно, потому что, короче, они несколько раз, и Маруся, и ее старший брат Антон, они красили волосы. И вот я тут поймала своего консерватора очень странным образом. Потому что когда Маруся красилась в светлые цвета, типа как у меня, мне был норм. А когда она начала краситься в черный, и Антон начал краситься в черный, со мной случилось что-то странное. Потому что у меня светлые волосы. У детей моих у всех тоже светлые волосы. И когда они все стали краситься в черный... Как люблю твои светлые волосы. Так. И что ты? Я не знаю, меня стало бесить. С одной стороны, мне кажется, что меня стало бесить, потому что им это не очень шло. Но, возможно, и я стала себя в этом подозревать, меня стало бесить, потому что они стали как будто немножко меньше мои дети. Ну, в смысле, у меня же дети светловолосые. Вот что? И я как бы очень сдерживалась, но это просачивалось. И Маруся прям обижалась. В какой-то момент Маруся сделала сплит. Знаете, что такое сплит? Сплит. У нас сегодня день новых слов. Время. Это... Сплит, это когда ты отделяешься от родителей? Нет. Следующий ответ. Сплит. Это с волосами? Да. Пополам? Группа Александра Васильевая. А, в смысле, вот так? Да. Типа половину... Отрезала половину волос? В смысле, побрила голову? Нет, нет. Половина белая. А-а-а. Половина белая, половина черная. И вашим, и нашим. Понимаешь? Жесть. Блин. Это, кстати, мне было нром. Любимая притеска-борзенка шахматы. Короче, это мне нравилось. На половину моя дочь. Мне, Гат, я половинку мне оставь, пожалуйста, да. Вот, короче, ну, я, с одной стороны, морщилась, что мне все это не нравится, с другой стороны, я краску покупать разрешала. Но мне было прям не нравилось. Я такое облегчение испытала, когда они все стали обратно перекрашиваться и отращивать свои собственные эти самые обычные русые волосы. Кроме Маруси-то старше, ты говоришь, перекрашивался, а Миша ничего еще? А младший все время бреется наголо. И он бреется наголо с одной стороны, потому что, значит, так проще, и летом, значит, не жарко. Но мне кажется, что важная часть вот этого жеста в том, чтобы ты приходишь в школу и все такие, вау, и все на тебя обращают внимание. Мне кажется, в этом тоже дело. Блин, ну Юре помогла и картинка на ноге, в принципе. Он довел до истерики ему полусалона. Полусалона, да. Плакала половина отеля. Но еще у меня, знаете, была такая стратегия, что мне кажется, что лучше они это сделают сейчас. Все попробуют. И цветы волос разные, и всякие татуировки нет. Сейчас расскажу про татуировку. Пирсинги и вот это все контролируемо со мной вместе. Мы сходим как бы туда, где я знаю, что нормально сделают. Чем у них потом сорвет крышу, и они начнут пробовать все, потому что я им это запрещала. Мне кажется, они уже напробовались по уши. Вот они сейчас стали обратно все уже добровольно, по собственному желанию, перекрашиваться в свой цвет. Ну, пирсинг Маруся с ним ходит и ходит. Мне кажется, симпатично все. Блин, Лик, гениально это, конечно, гениально. Непостижимая просто выдержка. Не-не-не, ну я же сказала вам, где у меня начало это самое, падать. Юрец, когда пришла к комиссии с Гуруну. Да, да, да. Вандафул, бьюти, бьюти. Да, да. Если бы Юра был в ревизоре, как бы, кем бы он там был просто. Да уж. Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку Либо-Либо Плюс. Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале Либо-Либо. Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч толстовки с Первороди и Закат Империи. Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год. Так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами. Слушай, давай протатуху. Там нет какой-то супер истории, но сейчас объясню, в чем дело. В прошлом году, и тут есть один кусочек информации, о котором я не хочу рассказывать, поэтому сейчас будет обрубленный кусочек. Мы запикаем. Хорошо. С нами должно было произойти очень важное событие. Либо произойти, либо нет. И мы как бы ждали ответа. И я говорю Марусе, давай так. Если все получится, мы идем и с тобой делаем парную татуировку. У Маруси эта идея про парную татуировку в какой-то момент появилась, и я ее поддержала. Я говорю, вот давай, если это все получится, то идем делаем парную татуировку. Блин, всем интересно, что теперь. У Лики сперва, а у Маруси ради. Типа того. Сперва ради, да. И была большая вероятность, что ничего не получится, но потом все получилось. И мы такие обе забыли. И мы сейчас даже не вспоминаем. Мне кажется, Марусь даже первая передумала, делала татуировку. А я как бы не очень хотела. И это был некоторый мой вклад в материнство. И я такая, ну, если она не хочет, что я буду нарываться? И так мы и не сделали парную татуировку. Блин, а мне кажется, что это ошибочно с точки зрения кармы. Как бы ты, типа, вбросил в вселенную обещание, типа, что в случае этого события ты что-то сделаешь. И потом такое, типа, тебе вселенная-то дала, и ты такой, типа, fuck you! Во-первых, я точно знаю, что она не заберет. Во-вторых, я как раз тоже про это подумала, Вован. Это очень близкий мне ход мыслей. Но я такая думаю, и что я сейчас буду реально просто потому, что я вселенной обещала тащить свою дочь, которая уже не хочет делать татуировку, и себя, которая не хочет делать татуировку, делать татуировку. Ну, как бы, камон. Просто потому, что я карме обещала, но я не буду. И как-то вот так пока мыслились. Fuck you, карма! Если что, это не я говорю, это Лика говорит. Нет, 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 это не я, это не я. Через плечо я постучи, пожалуйста, три раза. Через какое? Только, блин, не на меня. Короче, интересная история. Мы тоже хотели как-то с Тишей сделать парную татуировку, только Тиша об этом не знает. Нет, на самом деле я пытался ему как-то рассказать, и он на меня такой посмотрел. Набей любимого апостола. Он такой на меня посмотрел, сказал, пап, ничего, что мне 14. У меня была просто идея, у меня была идея, что сделал татуировку, просто мой друг Кабердвочер Дмитрий Перевозчиков сделал татуировку с птицей. И я думаю, наверное, мне было бы логично сделать татуировку с птицей. А потом я думаю, а что если мы с Тишей сделаем парную татуировку в память о нашем очень давнем, одном из первых наших выездов, походов за птицами? Пуночек набьем. Почти. Когда мы в один день встретили Зимородка и Аляпку, и это как ты пошел на дворовый футбик и встретил там одновременно и Месси, и Роналду. Типа, ну это прямо очень круто. Блин, кто из них Зимородок, интересно? Тише такое, я не хочу Зимородка набивать себе. Да-да-да, извини, пожалуйста. Пап, можно не буду делать Зимородка? Нет, мы идем делать парную тату. Да, ну вот, я думал, что у меня будет типа Аляпка у Тишей Зимородок в память о нашем том походе. Блин, я недавно видел птицу, короче, которая называется что-то типа Тиранозаврус-Тиранозаврус. Нет, ты видел птицу, которая называется Траглодитус-Траглодитус. Да, Траглодитус-Траглодитус, блин, пипец, блин, что это за название вообще, это что? Дело в том, что эта птица по-русски называется Крапивник, и у нее гнезда, ну, Траглодитус это вообще пещерный, Траглодит, это мы привыкли, что это тот, кто много ест. На самом деле это пещерный человек, пещерное животное. И Траглодитус-Траглодитус так называется за того, как крапивник гнезда свои устраивает. Вопрос к Александру Борзенко. А птицам делают татуировки или только пирсинг? Это хороший вопрос. Я не уверен, но в каком-то смысле им делают татуировки, потому что для того, чтобы отметить птиц, иногда их красят, потому что если ты наблюдаешь синиц, то есть разные способы, как их... Пометить. Пометить, да. И в частности, иногда их подкрашивают. Можно считать, что это в каком-то смысле... Делают ли синицам септум? Татуировку. Такого, честно говоря, не встречал. Хорошо, у меня второй вопрос. А вот вы можете сейчас мне сказать, вот у вас где эта граница? Я потому что точно ее обозначила в двух направлениях. С одной стороны, когда Марусь сказала, что нижнюю губу... Мне очень понравилась твоя граница, я просто себе заберу эту... У Юры на икроножной мышце. Ну в смысле, ты хочешь сказать, Вован, что если Соня будет прокалывать себе септум, у тебя ничего не екнет? Я имею в виду, где граница? У меня екнет. Где начинается твой консерватор? Мне прям кажется, что это отличный способ замерять. Когда тебя что-то начинает бесить. Меня факт наличия вообще не смущает. Меня вот факт прокалывания очень сильно тревожит. Меня смущает только, вот как ты сказала, возраст. Ну в смысле, что хорошо сказать, 18, делай что угодно, вот, чтобы не было потом вопросов. Потому что это может быть в порыве чего угодно. А, блин, 18, делай что угодно, так говорили нам в детстве, типа, вот будешь сам зарабатывать? Да, но 18, это очень поздно. Так и вышло. Часто тебе хочется что-то такое сделать своим телом, как раз до 18. Надо сказать, что у меня внутренний консерватор, как вы знаете, такой нехилый. На зимородке останавливается. На зимородке останавливается, да. Нет, у меня на самом деле какой-то... Максимум зимородок. У меня странный консерватор, потому что у меня... Я иногда совершенно не консерватор, а иногда у меня включаются какие-то штуки. Тиша хотел проколоть ухо, когда ему было, по-моему, 12 лет. И я вспомнил, что мне разрешили проколоть ухо, когда мне было 14. И почему-то я включил эту песенку и сказал, что, типа, будет тебе 14, тогда проколешь. В итоге, кажется, был компромисс, Тиша проколол в 13. Потому что в какой-то момент Шур мне сказал, какая разница, типа, пусть проколет, что-то я не знаю. Ну, какая разница? Ну, какая разница? Ну, какая разница? Я подумал, и правда, типа, раньше у Тиши не было этой идеи. Я сейчас как бы задним числом не понимаю, что меня вообще останавливало. Я подозреваю, что это зависит на самом деле, что вот этот консерватизм, он может быть как-то связан с твоим состоянием родительским как бы в целом. Что тебе свойственно что-то запрещать, когда ты существуешь на каком-то сильно тревожном фоне, и тебе хочется хранить статус-кво. Так, давай, Вова, ну тебя, где твой внутренний консерватор начинается? Я хотел рассказать просто чуть-чуть другое. Значит, сегодня с утра я поднял эту тему в разговоре с Олесей, и говорю, типа, а ты когда уши проколола? Она говорит, ну, поздно, лет в 9. Я говорю, в смысле, почему поздно? Она говорит, ну, некоторым в 3 прокололит. Я говорю, и что, блин, у некоторым в 3 прокололит? Мне нравится уровень агрессии. А потом подходит Соня и такая, мама, ты что, не хотела быть похожа на мальчика? Ну, типа, что ты проколола уши. Блин, Вера проколола в 25, по-моему, или 26. Что это такое? А потом Соня сказала такое, типа, мама, что-то там у тебя есть татуировки? Или что-то мы обсуждали татуировки уже. И выяснилось, что нет. И Соня сказала, ну, татуировки же это для мальчиков. Вау. Интересный, короче, взгляд на вещи. Интересно, от кого эти идеи происходят у Сони в голове? Интересно. Возможно, от этого анонимного мальчика, который рассказал ей про Влада Бумагу, например. Или еще от кого. Слушайте, друзья, давайте закругляться, потому что... Ну, сейчас дайте еще 3 минутки, 3 минутки. Кирилл меня не убьет. Я у Юры хотела спросить, где у него консерватор живет. Где у него татуировка? На ноге. А где наш маленький консерватор? Слушайте, я не знаю. Я недавно впервые сделал себе маникюр, например. Вот, это было параллельно. Ну, в смысле, я решил себе это... Короче, я перестал играть в ногти в первую жизнь. Решил сделать себе подарок. Вот. И пришел домой такой с этим шелаком, значит. Показал Леве. Он такой... Ммм, клево. И он недавно мне его сидел и снимал спустя месяц. Вот. То есть он сидел и, типа, вот так вот полчаса и медитативно снимал мне с ногтей это. Я, кстати, ненавижу снимать. Короче, во мне, внутри у меня... Запах. На самом деле очень много консерваторов внутри из детства. Потому что все там типа татуха, это, значит, уголовник. Типа ногти, это девочка и так далее. Вот. Но на личном опыте с этим справляюсь сейчас. И получаю кайф от этого бесконечно. Как Юра распахнул рубашку и там такие... Помнишь, фаи на дни золотые? Там этот волк в цирке. Вот. Нет, на смысле... Кстати, хорош татуха. А с Левой мне нравится с возрастом просто... Ну, то есть, мне кажется, то, что я сделал уже с собой, я буду ему разрешать. То есть, условно, там типа... Там, если захочешь там татух в 15 лет сделать, я не знаю, пусть делает. В 10 тоже. В смысле, то, что ты сделал с собой только потому, что... Мне кажется, что очень клево, что, например, моя мама разрешала мне прокалывать уши, при том, что у нее ничего не было проколто. Нет, на самом деле... У меня не было никакого септума, никакого этого самого... Ни язык не проколто. А Маруся, я считаю, что типа... Нет, ладно, это глупость немного сказала, на самом деле. В смысле, я, честно говоря, сейчас не знаю, где эта граница... Нет, ты не отвечай как надо, ты отвечай как думаешь. Нет, нет, в смысле, я не знаю, в смысле, если мне сейчас клево... Ну, не сейчас, в смысле, я не знаю, там, сейчас он, понятно, это не спросит. Ну, типа, вот он меня скажет. Я хочу тату сделать, сделай. Я хочу сделать пирсинг, сделай. Типа, не знаю, что там есть. Ну, вот, наверное, тоже какие-то, может, части тела. То, что будет шрамом, наверное, тоже, вот, как ты сказала, типа, это... Предупредить об этом. Но, в целом, я не знаю, типа, я не могу придумать, что можно прямо сказать. Нет, нельзя. Прямо сейчас. Короче, я засмущался. Видите? Видим. Засмущали Юру под конец выпуска. Надо сказать, что... У нас со стороны Шуриной семьи, в Шуриной семье все было очень консервативно. Например, как Лик все рассказывает, и Шуре тоже это все, это не высмеялось, и все это не позволялось. У нас было как-то в этом плане посвободнее. Я помню, что Яша красил волосы, мой брат, и брился на волосы, и прокалывал уши. И я только прокалывал ухо. Про татуров, кстати, не уверен, что нам бы это позволили до 18 лет. Но как-то не было такой идеи. У меня лично, как бы, мне почему-то никогда не хотелось. Надо сказать, что вот Лика говорил про фобию, что татуировка растянется. У меня с детства запечатанная фобия, что типа все татуировки что-то значат, и поэтому, когда ты оказываешься в тюрьме, а это... О, точно было такое. А это безусловно, как бы... Поясните тату. Пацаны, я пошел гуглить. Что значит жук? Жук. Планктон из Спонджбоба в тюрьме. Вот значит. Блин, кстати, в ТикТоке есть... А прикинь, окажется, что это просто авторитет. Наконец-то Юра стал авторитетом. В ТикТоке полно таких людей, которые объясняют за, короче, жизнь на зоне. Можно там задать вопрос. Но не у Маруси. Не у Маруси вряд ли. Не у Маруси, там другие темы. И вообще, это интересно, да, что с татуировкой и пирсингом очень много связано страхов. Что будет с этим потом? И не принесет ли это тебе какого-то вреда, когда тебя там посадят или что-то? И это тот самый встроенный страх, мне кажется, который через какие-то поколения передается. И, честно говоря, конечно, хотелось бы, чтобы дети от него были избавлены. Да и мы сами. Ну, и вот я хотел бы от него избавиться. Я не хочу, когда мне Тише в 12 лет просит говорить пробить себе ухо, я не хочу об этом слишком долго думать. И Тише ничего не угрожает в этом плане, да. То есть, и на самом деле, ну, вот этот внутренний консерватор, это, конечно, ну, я от него мучаюсь сам, да. То есть, когда мне легко сказать «да», я понимаю, что, типа, со мной все в порядке, мне спокойно. Если я начинаю как-то говорить... Убличить. Мямлить, да, и говорить, может, подождем, а может, не будем, а может, это, то я понимаю, что я просто как-то на тревожном в целом. Мне вчера Миша говорит «мам, давай на выходных на лосы побреюсь опять». Он сам прям берет, он берет Андрюшу бритву и бреет себя. Я говорю «малыш, может, походишь с волосами?» Он говорит «да что тебе?» Я говорю «ну, мне так нравится, когда ты с волосами». И Чики ему пристал, ну, мне правда нравится, когда он с волосами, но не знаю. Я думаю, что если он повторит свой запрос, то я скажу «конечно, брейся, малыш». Отрастут до свадьбы. Да. Да. Это был подкаст «Первороди». Спасибо большое Лике, Кремер нашей продюсерке. За то, что она пришла к нам проверить, как у нас дела. Королева Андалов, мать. Драконов, ну это, можно сказать, но это не мы. Спасибо студии Либо-Либо. Спасибо. Спасибо вам. Мать Жуков. Люблю вас очень. Взаимно. Взаимно. Да, не Монский. А кого ты больше всего любишь? Ладно, все, пока. А можно я... У тебя сколько лет? А можно я септом сделаю? Можно, можно, септом можно. Если ты проткнешь язык и не сможешь прийти на запись подкаста, вот тогда будет проблема. На следующей записи Юра уже сидится с кольцом. Верность. Кальмара. Орнитологической станции. Блин, да, и Борзенко такой, что тебя кольцевали? Ладно, всем пока. Соус. Верности. Ладно, пока. Продолжение следует...